Когда мы с Андреем Олеговичем проводили такую сессию вопросов-ответов, было потом много вопросов, а кто этот человек, который задает вопросы Андрею Олеговичу? Я понял вообще, что мы упустили этот момент, надо немножко рассказать о нашем проекте. «Отимакедим» — это частный образовательный проект, каждое слово важно, частный, мы не пользуемся никаким финансированием внешним, принципиальная позиция ни государственным, ни каких-либо внешних фондов, проект исключительно образовательный, он некоммерческий, и этот проект, он живой, он развивается, иногда удивляя самих основателей. К основателям я себя отношу, еще раз напомню, меня зовут Евгений Голуб, я по своему жизненному пути корпоративный менеджер, огромную нагрузку несут и другие члены команды. Начали мы этот путь в июле 2018 года, мы находимся в Киеве, хотя Киевом и Украиной мы, конечно же, не ограничиваемся. Ориентирован проект на распространение гуманитарных знаний и навыков. Что это такое, об этом можно говорить долго, сейчас не будем. Формат, которым мы занимаемся, это лекции, практикумы, онлайн и смешанная форма. Смешанная форма, конечно же, вы понимаете, речь идет о том, что часть информации, часть обучения проходит не посредством в контакте с лектором, с преподавателем, а часть через онлайн-курсы. И, как мне кажется, это формат самой перспективной. Ну и, собственно, все основные подробности, остальные подробности вы можете узнать на сайте проекта, который так и называется, в общем макетинге. Это если очень коротко. Начиналась эта история в 2018 году летом с лекции в библиотеке, и тогда не было понятно, к чему это все приведет. Это было просто инициатива. Мы каждую неделю по четвергам собирались, приглашали какого-либо известного нам специалиста, лектора. И в конце концов, в результате всего этого оказалось, что у нас есть достаточно большая подборка видеолекций, которые можно найти на сайте. Лекторов было у нас достаточно много, лекций получилось тоже немало, но в конечном итоге мы пришли к тому, что нам интересно было бы создавать длительные, цельные такие курсы, лекции, продуктов, которые сегодня вы можете найти на нашем сайте. Еще раз ссылочка на сайт, это страничка сайта, те онлайн-курсы, которые сейчас там находятся. И надеюсь, что этот список будет продолжаться дальше. Вот это наша команда. Виктория наш оператор. За компьютером Ольга. Рядышком с ней Алина. Это небольшими силами. Мы, в общем-то, организуем все то, что вы можете увидеть в нашем сайте. И то, что я надеюсь, в дальнейшем вы увидите в Ютубе. И, может быть, присоединитесь к нам в нашей студии. Наши хедлайнеры. Конечно же, это Андрей Олегович Боумейстер. Не думаю, что стоит много говорить о нем уже сейчас. Скажу только то, что курсы, которые мы уже записали, и, надеюсь, которые вы смогли посмотреть. Курс о мышлении, о целостном мышлении. Курс об аргументации. Практикумы, которые мы проводили в нашей студии в Киеве. Их проводил как Андрей Олегович сам, так и с Владимиром Соловьевым, который тоже, наверное, вам известен. Наш друг и коллега. Еще один человек, который хотел бы упомянуть, и курсы, которые мы с ним снимали, уже подготовили и планируем дальше. Готовить это Дарья Зиборова. Дарья – философ, культуролог. Она живет в Харькове. И у нее замечательные совершенно проекты по философии кино, по истории древних цивилизаций. И я очень вам рекомендую с этими курсами познакомиться и поддержать нас и Дарью, приобретя, может быть, один или два курса на нашем сайте. Владимир Рафеенко – писатель, человек необыкновенного культурного багажа, один из, скажем так, наших тоже ведущих лекторов, преподавателей. У него несколько курсов, которые уже идут сейчас, шли целый год и будут продолжаться в дальнейшем. Курсы по философии литературы. Литературы он готовит писателей, помогает людям научиться писать. Малые форумы и крупные форумы. Я знаю, что для некоторых опыт встречи с Владимиром стал действительно таким ключевым, изменяющим жизнь. Мне с Ольгой повезло попасть на лекции занятия Владимира три года назад, и это было очень сильное впечатление. Поэтому, в общем, очень вам рекомендую с ним познакомиться онлайн или, может быть, приехать в Киев и поговорить с ним лично. Вот еще одна находка последнего нашего года – это египтолог Николай Тарасенко. Совершенно замечательный человек. Человек, один из немногих ученых, признанных в мире как египтологам, мировыми египтологами. И мы проводим онлайн-встречи с ним. В следующее воскресенье будет интереснейший курс. И его курсы будут, длинные курсы будут у нас на сайте, а короткие лекции доступны в YouTube, и он тоже у нас есть. Так, ну это наши замечательные слушатели, зрители. И что мы планируем делать дальше? Я упомяну об этом сегодня в начале, коротко. Может быть, поговорим об этом в течение нашего разговора и в конце. Мы в июне запустим долгожданный для нас проект смешанного обучения критического мышления. Это курс практику Андрея Реги и еще был мейстера. Начнем вместе учиться заново, учиться читать, аналитически обрабатывать прочитанное и писать эссе. Этот курс начнется в июне, и о нем мы поговорим немножко позже. Продолжатся лекции, разбор литературных, драматических произведений Владимира Рафеенко. Ну и первый раз мы хотим неделю провести такого, что ли, глубокого погружения в философию, литературу и кино с Дарьей Зибровой и Владимиром Рафеенко у нас план на август. Так, ну что, Андрей Легович, мы тогда перейдем к обсуждению вопросов, которые задавали наши слушатели в письменном виде. И потом потихонечку будем подключать тех, кто пожелает задать их либо через YouTube, либо подключившись через Zoom. Это опция открытая для слушателей курса. Хорошо, давайте. Наш первый вопрос от слушателя, которого я боюсь назвать как-нибудь некорректно, его имя, потому что звучит оно Мухамеджан Садвакасов. Так. И он довольно долго, достаточно длинный текст написал, но мне очень понравилось его определение. Он написал, что в результате курса он понял, что знания, полученные путем обсуждения и добрых слов будут, по крайней мере, чистыми. И говорит, не кажется ли вам, Андрей Легович, что при таких обсуждениях мы придем к большему многообразию. То есть вопрос в том, каким образом мы обсуждаем вопросы? Насколько это доброжелательно или наоборот? Да, то есть я думаю, что мы настолько уже отвыкли от дискуссий ради выяснения истины, а не ради отстаивания собственного эго, что для наших слушателей такое может быть открытие, что действительно многообразие и понимание, возникающее в результате споров или дискуссий ради ее истины, без цены. Ну, я бы сказал так, пытаюсь ответить в два шага. Конечно, лучше всего дружеская беседа или дискуссия, или сотрудничество. И так начиналась философия. Так это начиналось в Академии, в Ликее. Дружба объединяла гуманистов XV-XVI веков, объединяла коллег в университетах, потому что здесь мы как бы вдохновляем друг друга, ждем друг от друга чего-то сокровенного. Мы не боимся говорить то, что думаем. Мы не боимся высказываться. Мы доброжелательно относимся к попыткам другого. Это, конечно, был бы лучший вариант. И, в принципе, мы часто так и делаем, мы обсуждаем эти вещи. Но человеческая природа, она ведь многообразна. И нам не избежать и споров, дебатов, каких-то жестких вещей. И надо сказать, что критика не всегда приятна для людей, а без нее невозможно. И поэтому все-таки на протяжении веков был выработан такой стиль, иногда остро атакующий. Например, все защиты со средневековой проходили в таком воинственном ключе. Даже слово «защита диссертации», «защита тезисов» или «атака аргументов». Она предполагала и остроту. Поэтому нужно понимать, конечно, что самые важные вещи рождаются в кругу друзей. Но поскольку мы также обращаемся к широкой аудитории, мы должны быть готовы и к критике, иногда справедливо, иногда нет. Особенно в наше время, потому что технологии позволяют сегодня каждому высказываться. И здесь, поэтому многие мои коллеги не решаются выйти в публичное пространство. Именно из-за этого. Потому что есть высокая доля вероятности получить порцию обид, каких-то резких слов, иногда очень несправедливых. А нужно быть к этому готовым. Поэтому знание — это еще и борьба, острая критика, иногда эмоции. Вопрос только в том, что для нас на первом месте. Я бы, конечно, предпочитал говорить в дружеском кругу, где каждый не боится сказать то, что он думает на самом деле. Для меня это вообще вопрос, когда снова станут возможны такие дружеские круги и такие клубы. И сейчас в Киеве несколько таких групп возникает, потому что в публичных сетях, например, в публичных таких вот сферах говорить практически невозможно. Я все это убеждаюсь. И, кстати, почти на Фейсбуке уже не веду дискуссии, не пишу каких-то таких постов, потому что там возникает паралич мышления. Там, где эмоции переходят в какой-то предел, мыслить уже невозможно. Поэтому наш зритель и слушатель, уважаемый, он здесь прав, но нужно понимать, что не все происходит так, как мы хотим. И нужно искать сегодня адекватные формы развития знаний. Возможно, дружеская беседа была бы хорошей целью. Но все-таки, если уже так немного заострить, стоит ли сегодня вообще в принципе вступать в дискуссии публичные, в отсутствие культуры ведения разговора? Или для сохранения себя и времени своей жизни закрыться в небольшом кругу близких людей? Потому что так же, как и вы, я сталкиваюсь с тем, что обсуждать в публичном пространстве что-либо серьезное, столкнувшись моментально с эмоциями, с оценочными суждениями, с оскорблением, с ненавистью, практически невозможно. И что же, закрыться, заморвать изнутри себя в капсулке? Тоже кажется, такой путь немножко пораженческий. Как быть? Здесь надо иметь мужество. Мужество, снисхождение к страстям своим и других людей. В чем мужество проявляется? Быть готовым объяснить свою точку зрения. Конечно, не в социальных сетях, еще раз подчеркиваю. Я имею в виду большие площадки или дискуссионные группы или клубы. Там это можно делать. Возможно, в каких-то больших залах, в малых группах. Но это вопрос серьезный. Мне кажется, что мы сегодня на удивление живем в мире, который меняется здесь в худшую сторону. Я сейчас не говорю о возможности высказывать глубокие сокровенные мысли. Я говорю о неготовности воспринимать такие мысли. Неготовности быть вне идеологии, вне севиминутных придуманных плакатных концепций. Готовым услышать противоположную точку зрения. Вот эта готовность каким-то образом... Я еще буду это исследовать и наблюдать. Меня это очень интересует. Каким образом за последние лет 5-10 вот это публичное пространство, не только украинское, но еще и мировое, пришло к такому... к невозможности высказываний, я бы так сказал, на языке литературном или германифтическом. Невозможность высказываний, невозможность мыслей. Потому что от человека не ждут какой-то мысли. От человека сегодня ждут быть функцией какой-то группы. Эти группы борются между собой. Мышление становится заложником идеологических войн или культурных войн, назовем это так. Квази-культурных. Культурных битв. И здесь мышление чужое. Это мышление здесь нежеланный гость. Потому что группы сбиваются для того, чтобы бороться за власть. Они должны быть громкими, упрощенными. Они должны подавлять. Они нанимают людей и в социальных сетях, и в живых, для того, чтобы давить на публичное пространство, пробивать эту свою узкую, скудную мысль. И, конечно, в такой ситуации сложнее. Раньше сферы науки, сферы политики, сферы философских рассуждений, поисков были все-таки ограждены, были определенные ограды. Эти ограды, ну, скажем, какие-то клубы, университеты, группы друзей, солидные газеты, качественная книгопродукция. Это все определенные шлюзы и границы. Сегодня этих границ нет. И, например, разница между каналом телевидения и каким-то бойким блогом фактически отсутствует. Когда я иногда в Ютьюбе смотрю фрагменты каких-то программ, я ловлю себя на мысли, что это продолжение социальных сетей, продолжение вот этого базарно-такого тягчего пространства. Да. И границы между, скажем, солидной газетой и каким-то дешевым блогом стираются. Граница между каналами, скажем, главными и какими-то роликами в Ютьюбе, сделанными наскорее, тоже стираются. Недаром сегодня, кстати, это видно по телевидению, недаром сегодня очень часто идут включения или цитаты на Фейсбук-посты, на какие-то Ютьюб-сообщения и так далее. Ну что же, я думаю, что нужно начинать. Вот мужество в том, чтобы идти против течения, чтобы эта контртенденция создавала вначале небольшие такие реки и потом вливалась в такой широкий поток, который мог бы не то чтобы переломить тенденцию, но позволить мышлению быть, позволить людям встречаться, обсуждать и все-таки противостоять этому не очень приятному явлению последних 10 лет, 15, 5-10 лет. Но особенно это ярко последние лет Кати. Наш один из слушателей и курса участников Илья Морданов. Это вопрос, который, в общем-то, многих я думаю и волнует и приводит в растерянность обилие информации, обилие теорий, взглядов, разного рода подходов, полностью противоречивающих друг другу, приводит к тому, что вот Илья спрашивает, а вообще может быть реальность доказана? Это его слова, я думаю, что он имеет в виду, что вообще говоря, в общем, можем ли как-то быть уверены, что объективно существует то, что мы представляем себя как реальность? И вот, что пишет Илья. Получается порочный круг, что сначала ничем не обоснованная вера, на которую опираются некоторые рассуждения, после чего возникает доказательство или рациональность. Что вы по этому поводу можете сказать? Ну, вы знаете, я бы с Ильей здесь немножко разобрал бы с ним его фразу, потому что это неудачное слово реальность. Вот то, что мы называем реальностью, это действительно результат очень многих факторов. Но мы на реальность не можем показать пальцем. Очевидно, он имеет в виду факты или реальные события, определенные события. Идет дождь, Наполеон выиграл аустралийц или проиграл. В Украине демократия или что-то другое, скажем, назовем его другим термином. Это вещи, которые можно проверять и устанавливать истину, в том числе и в дебатах, в спорах, в дискуссиях. Но сама реальность это метафизическая категория. И насколько нам реальность дана, и мы можем ее адекватно отразить, это старый философский вопрос, который никогда не закончится. я вот в течение разговора приведу один из таких примеров. Мы не можем доказать, что наше знание, ощущение и утверждение адекватно отражают реальность. Поэтому многие философские системы говорили о том, что реальность это скорее то, к чему мы постоянно приближаемся. Но поскольку она шире и больше наших возможностей. У нас всегда есть какой-то ограниченный набор понятий, концептуальных схем и так далее. Поэтому я сказал бы так. Возможно установление фактов, возможно установление реальных событий и возможно стремиться к истине в тех или иных вопросах. В каких-то проще, в каких-то сложнее. Например, в поиске того, кто убийца или кто украл определенную сумму денег, мы можем установить истину. Для этого работает специально расследование. А есть истины, к которым нам идти долго. Например, вопрос, имеет ли мораль биологическое происхождение. Есть ли непроходимая граница между человеком и животными или между ними границы условные. Фактически человек это его мозг или его ощущение и чувство сопереживание это просто на той же вертикали просто еще один шаг. Вот все эти вещи, все эти вопросы они действительно труднее обосновать. Или есть ли у нас сознание, есть ли у нас личность или является ли личность реальностью. Все эти вопросы как философского так и плана социального культурного. Факты да, события, а реальность это скорее задача, чем данность. Двигаемся дальше? Да. Итак, Максим Никифорович задает вопрос, что такое дух? Что такое, вот видимо ссылается в том, что мы говорим наш дух, цитируя высказывание в курсе о целостном мышлении. Простой себе вопрос, что такое дух? На простые вопросы всегда нет ответов, потому что этот вопрос задан не совсем корректно. Слово дух это слово русского языка. Все. Что за ним стоит? А за ним стоят тысячи значений. Для этого мы и учимся понимать, рассуждать, заниматься аналитикой, чтобы, во-первых, установить значение слова дух, поскольку мы это употребляем и в терминах религиозных, и в терминах теории познания, и в терминах историко-философских, и в терминах иронических. Вот, например, для немцев, которые переводили philosophy of mind, философия сознания, их термин philosophy des Geistes, философия духа. Немецкая традиция употребляет термин Geist для того, чтобы описывать ментальные процессы, психические процессы, умственные процессы. Поэтому вопрос, что такое дух, но это может быть ментальная реальность, это может быть сознание, это могут быть внутренние душевные процессы. Почему мой ответ расплывается? Потому что сам вопрос затрагивает все возможные сферы нашей деятельности. Это все равно, что спросить, что такое любовь, что такое дружба, что такое познание. Это можно описать только с помощью каких-то предложений, которые требуют дальнейших уточнений. Что такое познание? Можно сказать, что это процесс поиска истины. Что такое дух? Это ментальное событие или ментальная реальность? Вот такой ответ. Но обычно такие ответы никого не удовлетворяют. Возможно, когда мне задавали подобные вопросы люди, скажем, мыслящие в рамках только естественных наук, или представители технического жилки такой, они спрашивали об этом иронически, поскольку слово дух для них из-за мифического лексикона. Многие, кто задают этот вопрос, считают, что дух вообще это миф, такого не существует. Когда говорят о духах или о духовном, подразумевают что-то несуществующее, нереальное. Отсюда связь с нашим первым вопросом. Их объединить. Реальный ли дух? Реален ли дух? Например, да? Поэтому всегда, вот, кстати, это хорошая иллюстрация, мини-практикум по поводу того, давайте сейчас разберу это как философ, этот вопрос. Вопрос, что такое дух, больше говорит о спрашивающем. И сам этот вопрос, он ничего не спрашивает, в нем ничего не спрашивается, поскольку, чтобы прояснить, что хотел бы услышать от нас Илья, нужно было бы хотя бы задать ему наводящие вопросы. Потому что за этим вопросом на уровне прагматики может скрываться противоположное намерие. Он действительно хочет узнать, что такое дух? или он иронически спрашивает, вы что там о мифах рассуждаете? Мы люди, например, которые больше полагаемся на естественной науке, мы считаем, что духов не существует, какие идут. Поэтому вот целый комплекс того, что прячется в вопросе, его нужно оттуда вытянуть. И наше начало беседы, для того и нужны дискуссии, разговоры, желательно в дружеской атмосфере, чтобы рядом наводящих вопросов прояснить намерение спрашивающего. И не испортить отношения. И не испортить отношения. Намерение спрашивающего это то, что называется в теории прагматическим уровнем. Есть семантика, семантика это значение слова дух, значение тех или иных предложений, а есть прагматика, это ответ на вопрос, что спрашивающий вкладывает свои вопросы, вкладывает свои предложения. И это не так просто прояснить. Извините за некоторые усложнения, но мы сегодня иногда будем себе это позволять, потому что в каком-то смысле мы должны дошифровывать многозначности и, скажем, многозначности нашего языка. С этого начиналась философия. Задачей была Платона и Аристотеля уходить от слишком длинного ряда значений тех или иных выражений. Отсюда и возникли термины, понятия потом, критические подходы, обоснования. Весь инструментарий философии возник как ответ на многозначность языка. Философия нужна прежде всего для того, чтобы работать с языком. Она не сводится к этому. Некоторые считали, что она только к этому и сводится, например, Вегенштейн. Но в первую очередь мы должны прояснять. И в социальных сетях, и в публичной сфере вот этот хаос, который царит, он в первую очередь связан с тем, что мы обмениваемся туманными, многозначительными, но пустыми фразами. Каждый выбирает из них то, что он считает нужным и полемизирует с тем образом своего оппонента, который он создал, и с тем содержанием, которое оппоненту приписал. И в результате это ни к чему не приводит. Да, это бой с тенью. Это не разговор с личностью, это не разговор с живым человеком, а это сведение счётов со своими фантазиями, домыслами, необоснованными предпосылками. Это замкнутость, которую философии описывали разными мифами, например, мифом о пещере у Платона в начале седьмой книги государства или в других подобных мифах. Философия должна освободить человека от этих навязчивых, непрояснённых предпосылок, предзаданностей. Конечно, это не всегда приятно. Андрей Игорьевич, дальше два вопроса, которые очень связывают, хорошо связывают то, что вы говорили, с личностью задающего вопроса. Напомню, это Максим Никифорович. Два вопроса сразу задам. Первый вопрос из трёх довольно короткий. Логика – это гуманитарная или естественная наука, дисциплина? Что такое логика? Куда её отнести? И сразу же вслед за этим вопрос, зачем принципиально отделять сознание от его, так написано в вопросе, физического источника. Очевидно, что Максим мыслит как естественно научно, специалист естественно научно, и вот он пытается всё пришпилить. Что такое логика? Куда её отнести? И зачем отделять мышление от серого вещества, в котором оно происходит? Ответ на первый вопрос может быть таким. Логика, по крайней мере в глазах её создателя Аристотеля, вообще не относилась ни к гуманитарным, ни к естественным наукам. Ну, тогда не было такого деления. Гуманитарные науки появились только в 15 веке под влиянием позднеэнтичного студия Хуманитатис. Но логику Аристотель понимал как органон. Органон это инструмент. И логика важна как естественникам, так и гуманитариям. Никто не освобождал биолога или скажем, ну не знаю, химика от логичности. Точно так же и гуманитарии. Поэтому логика это то, что нас объединяет. То, как она развивалась, начиная особенно с конца 19 века, когда к ней прибавился еще математический аппарат, возникла математическая логика, показывает, что логика приближается к большей точности. Это если мы говорим о логике в узком значении. А если в широком значении, то если вдруг нас логик услышит, он возмутится тому, что я так обобщаю. Просто есть очень много разных логик. Логика связана и с практической сферой, и с моралью, и с политикой, и так далее. Тогда уже есть много прикладных элементов. Но если брать ядро, например, то, что мы называли формальной логикой, как ее разработал первый Аристотель, то это скорее инструмент, который работает во всех сферах нашей деятельности. От обыденной жизни, когда мы выходим в супермаркет, когда мы продвигаемся по его проходикам, когда мы планируем покупки, выстраиваем одно за другим, нам нужна хотя бы минимальная логика. Когда мы с вами общаемся, нам нужна хотя бы минимальная логика, чтобы быть понятыми, чтобы не противоречить себе, чтобы не употреблять слова в различных значениях и так далее. То есть логика, еще раз, это то, что объединяет это негуманитарная и неестественная наука. Это не дисциплина, это предмет, это инструментарий дисциплина. Это инструментарий. Но в этом инструментарии могут быть элементы гуманитарных знаний. Когда мы можем говорить, был такой Йозеф Бохенский, он писал, он сам математический логик и доминиканец, теолог, он, например, писал книгу о логике веры, где пытался показать логику религиозной веры. Возможно, логика научных исследований, естественных научных исследований. Так писались книги в первой половине XX века о логике естественных наук. Пытались выстраивать синтаксис естественных наук, таким образом используя логику как формальную систему для того, чтобы анализировать сам язык естественных наук, физики и других естественных наук. Здесь логика служила инструментом формальным для того, чтобы прояснять основания или синтаксис научных исследований. Но после 50-х, 60-х годов отказались от этой попытки, поскольку это слишком искусственно выглядело и не соответствовало иногда духу, опять слово дух, видите, как бы некому духу научных исследований, потому что очень часто от математики до физики это творчество. И неверно понимать естественные науки часто какой-то механический само собой разворачивающийся процесс. Поэтому философы науки отказались находить вот такие фундаменты вообще языка науки как такового. Может быть есть какие-то дополнения, можем перейти ко второму вопросу. Я продолжу дополню второй вопрос, потому что в тексте, который написал слушателей проскальзывает, он прямо говорит, что он услышал в вашем курсе противопоставление естественно научного и гуманитарного знания. Он пишет, что это есть в ваших лекциях, Андрей Легович, это ложная дилемма, но признается, что он может ошибаться, и акцент в самом курсе исключительно на пользу гуманитарного знания делается только в силу направленности этого курса. Итак, звучит такой очень вежливый уко, что в этом курсе вы становитесь на позицию некого превосходства гуманитарного знания над естественно научным, и в частности вот в том вопросе, что звучал до этого, наш слушатель не понимает, зачем принципиально отделять сознание от его физического источника. Не уверен, что я точно понимаю, что он говорил когда слушателю, но вот этот упрек, он звучит. Ну, я попытаюсь ответить, как могу. Первое, конечно, показалось нашему слушателю, что я показываю превосходство гуманитарных знаний. Конечно же, нет. Что мне понравилось в формулировке вопроса, это словосочетание «возможно, я ошибаюсь» или «возможно, я не совсем вас понял». Это свидетельствует о культурном уровне вопрошающего. Я могу его здесь успокоить. Речь не идет о ложной дилемме. Ложная дилемма это или-или. В данном случае я не противопоставляю, а различаю способы исследования философии от способов исследования, например, биологии в вопросах сознания или нейрофизиологии. Здесь мы объединим сразу два вопроса, два в одном. Я хотел сказать на первых лекциях курса, что к концу XX века наметилась очень неприятная тенденция преувеличения возможностей естественных наук в познании морали, в познании природы мышления, сознания, личности. И здесь как раз присутствовал переход границ, переход компетенций, поскольку биология не может, например, исследовать мораль. И попытки выстраивать моральные принципы или видеть в биологии основания фактической морали, они приводят к очень странным последствиям. И мой тезис просто состоял в том, что мы не можем понять содержание ментальных актов, содержание сознания, если подходим к ним как к физическим явлениям, или нейрофизиологическим явлениям. Это не значит, что я отделяю сознание от мозга. Это значит, что очень скромно говорю и аккуратно, это значит, что анализ содержания ментальных актов или методы или подходы к описанию каких-то содержаний, связанных с правом моралью, литературой, теорией обоснования, они другие, чем в биологии или физике. А поскольку биология и физика может нам указать только на основании или носитель физических сознания. Да, сознание, насколько мы знаем, без мозга не происходит. Деятельность мозга — это необходимое условие для того, чтобы я что-то осознавал. Но вопрос в другом. Является ли описание деятельности мозга ключом к пониманию сознания? И вот здесь как раз я и говорил о том, что нет, не является. Это не только моя точка зрения. нам не понять сознание, если мы его редуцируем или сводим к деятельности мозга, к нейрофизиологии. Другими словами, мы можем изучить полностью все эти потенциалы покоя, потенциалы действия, взаимодействия нейронов, нейромедиаторы, эти капсулы с нейромедиаторами, которые сложным образом выделяются, но мы ничего не сможем понять на основании этих знаний, ничего не сможем сказать по поводу морали или тех энергетических норм. То есть они необъяснимы через это познание. Я правильно понимаю? Они необъяснимы даже на том уровне. Давайте так чуть-чуть приведем конкретные примеры. Есть такое понятие словосочетание в практической философии, в морали, в праве как значимость. Например, некоторые нормы значимы или значимы в универсальном плане. Например, права человека универсально значимые принципы, универсально значимые нормы. Спросим себя, что придает им эту силу? Валидность, если по-английски говорить valid, или по-немецки guilty, что это такое? Физически и биологически это невозможно понять. Или когда мы говорим об истинности высказывания, почему одно высказывание истина, другое ложное? Какое, я бы сказал, заострил, давайте несколько острых вопросов. Какое физическое основание истинного высказывания и ложного высказывания? Отличается ли истинное высказывание от ложного физическими носителями? Можно ли сказать, что в основании истинного высказывания правильные физические акты мозга, а в основании ложного высказывания неправильные физические акты мозга. На уровне физиологии говорить о отличии истины и лжи бессмысленно. Это те же акты, нейрофизиологические акты, которые у нас происходят. Они нейтральны относительно истинной лжи, они просто есть. А вот когда мы говорим, что это ложь или это истина, подключается другой элемент анализа, который физика и биология не может раскрыть. Теперь перейдем к другому примеру. Добро-зло. Когда человек совершает какие-либо вещи. Здесь мы можем сказать, например, если мы естественники, можно сказать, что добро и зло это социальные договоренности, это конвенции. Но если мы спросим, а что, а истина, ложь это тоже социальные договоренности? Но на них строится наука, на них строится исследование. Получается, что вы тогда пилите сук, на котором вы сидите. Если все объявляет социальными договоренностями, отличие добра и зла, истины лжи и так далее, если только социальные конструкты, тогда и наука только социальные конструкты, значит, она не стремится к истине, а отражает только те или иные социальные тенденции. Ну и так далее. Я просто не хочу тут усложнять. Но мой здесь ответ кратко очень прост. Когда мы говорим об истине лжи, справедливости и несправедливости, добре и зле, прекрасном и безобразном. Нейрофизиология здесь нам даст только самый элементарный базис. В последнее время так модно стало читать курсы нейрофизиология прекрасного, нейрофизиология эстетического, нейрофизиология любви, нейрофизиология добра и зла. Это пошел какой-то страшный тренд. И люди ходят и слушают в Этси. Сейчас мы все узнаем о любви. Сейчас мы все узнаем об эстетическом переживании. Вот когда происходит эстетическое переживание, в вас происходят процессы, которые мы сейчас выведем на экран и покажем. Что же в вас происходит, когда вы любите или восхищаетесь Рафаэлем? Но мой вопрос к ним. Если мы рассматриваем нейрофизиологические акты человека, который восхищается Рафаэлем, получаем ли мы ключ к эстетическому переживанию этого человека? Говорит ли нам его нейрофизиология о содержании эстетического, точно так же как о содержании морального, содержании истинного ложного? Эти вопросы кажутся какими-то даже наивными и хулиганскими. Но дело в том, что многие ученые настолько перегибают палку в этом своем опломбе или желании быть такими вот хулиганами и говорить о личности нет, о истины нет, о свободе выбора нет, вообще сознания нет, это эпифеномен. Все это только акты физического, нейрофизиологического и так далее. Они настолько часто это повторяют, что мне кажется, здесь им нужна хорошая философская подготовка, чтобы понять границы компетенции, границы подходов, границы разных методов, что мы не можем, скажем, содержание моральных актов описывать в терминах нейрофизиологии. И здесь вот я бы так и ответил нашему зрителю, нашему слушателю, а то, что он говорит, зачем противопоставлять, ответ простой, я не противопоставляю, а различаю. Различать это необходимая методологическая установка, для того, чтобы понять специфику этой сферы, этих предметов. Если мы не будем различать, тогда мы будем подходить к эстетике как части физики или биологии. Мы будем подходить к теории истины как части нейрофизиологии. Значит, мы ничего об истине узнать не сможем. Мы будем подходить к прекрасным симфониям или картинам с точки зрения наших нейрофизиологических процессов и любви в том числе. Чего мы добьемся? Мы добьемся просто путаницы. И там, кстати, в вопросах был еще один момент, он связан с тем, что никто сегодня так не противопоставляет, как вы, естественно, науке гуманитарной, что это преувеличение, вы ошибаетесь, это сейчас тренд другой. Но, поймите, я не могу сказать за всю Одессу. Я читаю много книг когнитивистов, много авторов современных, которые пишут на тему философии сознания, происхождение морали и религии. И я у них это встречаю, это самые известные западные исследователи. И вот они увлекаются этим редукционизмом. Сводить более сложный мир сознания к нейрофизиологии, сводить, например, эстетику или религию к каким-то более элементарным формам реальности. Например, борьба за власть, желание доминировать, желание к чему-то адаптироваться. Мне очень нравится, мне очень нравится, знаете, я бы ловил часто этих людей на известных словечках. Например, одна из таких известных сленгов у них это адаптивные функции. Любовь это адаптивная функция к чему-то там, да-да-да. Или создание теорий и теории истины вообще или стремление к истине это результат адаптивных там и так далее. Как будто это что-то объясняет. Мы хотим адаптироваться к чему? Когда, например, мы строим громадный храм в 12 веке до нашей эры в Гебёкле-Тепе. К чему мы адаптируемся? мы делаем сверхусилия, которые экономически неоправданы, чтобы собрать много групп охотников и собирателей и построить громадный религиозный комплекс, который раскопан только на 10%. К чему там идёт адаптация? Это религиозный опыт. Ну вот масса подобных вопросов. Я тоже, когда нас будут смотреть и задавать нам вопросы уже и под видео, я готов и дальше отвечать, но пусть зададут первые себе эти вопросы. Различие истинной лжи. Какое имеет основание нейрофизиологическое? Отношение между любовью и ненностью? Какие нейрофизиологические основания? объясняет ли это или нет? Я бы отличал между основанием и причиной или основанием и принципом. Мозг основания мозг это основание физическое нашего мышления. Но мозг недостаточно объясняет то, что такое мышление. Тем более мышление происходит не всегда в мозге. Мышление имеет структуры и связи, которые существуют издавна в других формах. А именно в формах символических систем. Когда мы говорим теория обоснования, опровержения, логическое исследование, оно не существует в мозге. Это связи, которые между нами. Это реальность, которая между вашим мозгом и моим мозгом. И я могу не только мыслить, я могу понимать, как вы мыслите. Если мы начинаем диалог, вы говорите какие-то первые фразы, я по этим фразам могу восстановить те связи, которые из ваших тезисов или ваших утверждений проистекают. Например, вы говорите, например, Сталин или Гитлер были потрясающими менеджерами. Сказали такую фразу. Вы точно не скажете, Евгений, не подумайте, что я хочу вас обидеть. Но допустим, вы это говорите. Я могу понимать и восстанавливать логику ваших утверждений и тех связей, которые стоят за этими фразами. Но то, что я восстанавливаю связи между А, Б, С, если Евгений сказал А, потом Б, потом С, эти связи не являются физиологическими связями. потому что они связаны с природой аргументов и оснований, а не с тем, что нейроны связаны между собою через отросточки, и по ним проходят электрические сигналы, и то, что Сталин хороший менеджер, и его клевещут на него и так далее, что это результат каких-то связей между этими всеми физическими вещами. На нас могут обидеться адепты преимущества естественных наук, но я просто показываю, что связи между идеями, связи между принципами, связи между аргументами не являются нейрофизиологическими связями. Если мы представим мышление как широкий комплекс этих связей, например, как система или как теория, если мы представим математическое уравнение, которое имеет свои связи, или научную гипотезу, в которой связаны какие-то элементы, то природа их связей не является нейрофизиологической. Связи в рамках уравнения математического не являются физическими. Они существуют помимо того, кто их думает, каким образом их думают. Они существуют каким-то образом. Они существуют, и мы обязаны так думать. Не наш мозг думает, я вот сейчас вот такую и с другой стороны, никогда этого не делал. Наш разговор к этому приводит. Не наш мозг думает, как с этими связями работать. Эти связи нас принуждают. Если мы будем думать по-другому, будем думать ложно. связи 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 выводами, между тезисами, между выводами, они имеют часто априорно необходимые связи или некие истины связаны так, что мы по-другому не можем. Например, принцип не противоречий. И если наш мозг нейрофизиологические акты хотят как-то сами там развиваться, то эти связи ментально называемых не физические нас принуждают думать так. Не мозг решает. Это контртезис против того, что мы это наш мозг, мыслит мозг, мышление это деятельность мозга. Слушайте, это связи ментально не физические. Мы в них или попадаем или нет, мы их воспроизводим или нет. Мышление существует между нами. Да, мозг это физиологический носитель, материальный носитель сознания. Но сознание действует по другим законам. Еще раз, связи между элементами сознания не физичны. Они между нами. Я думаю, сейчас я более так заострил эту позицию. Хорошо, но есть несколько вопросов, которые связаны с очень практичным таким. Люди сегодня хотят ответы на очень такие... Я готов, что же здесь менее практичного? Я сейчас говорил максимально практично. Вот, например, если человек не хочет быть дураком, он должен допускать, что именно эта связь между А и Б. Или ты идиот, или ты признаешь, что из А проистекает Б. Если ты прыгнешь с 10 этажа, ты разобьешься. Это практические вещи. Если ты купишь больше продуктов, чем у тебя есть денег на карточке, тебе не дадут. Это элементарные вещи, практические. Да, пожалуйста. Я напомню тем, кто присоединился к просмотру не с самого начала, что сегодня мы с Андреем Б. Мистером обсуждаем или отвечаем на вопросы слушателей курсов, размещенных на портале OTIO макетик. Среди вопросов были такие примеры. Мы говорили о рекомендациях развития мышления. В частности, было предложение построить собственную биографию, биографическое повествование. Если вы помните, что слушатель Алексей Корышев написал, что первый пункт выстроить события в своей жизни в технологическом порядке понятно, выстроить причинно-следственные связи понятно, а вот с третьим пунктом у него возникли недоумения возникло. Он сказал, а как сделать третий пункт, придание смыслов и значений? Можете ли вы растолковать для Алексея, может быть, кому-то еще интересно, как быть со смыслами и значениями произошедших событий? Когда остаются такие вопросы, мы начинаем ходить по канату. Вообще философ это каната ходец, потому что он не может расплываться, у него должно быть отточенное движение всего тела. Шаг влево, шаг вправо, упадешь и вопилки и разобьешься, потому что это было бла-бла-бла философское и так далее. Для начала нужно спросить, ну хорошо, дорогой наш зритель и слушатель, но можешь ли ты определить слово смысл? Что мы определяем, что мы имеем ввиду? Это он и меня спрашивает, вот вы говорите, что значит придавать смыслы чему-либо? Тогда я отвечу на вопрос по-другому. Человек это существо, интерпретирующее мир. Это начало. Мы существа интерпретирующие, потому что любое явление, вот сейчас я подойду медленно, буду ходить медленно по канату, мы существа интерпретирующие. что это значит? Это значит, что когда я выхожу вечером или утром из комнаты на улицу, передвигаюсь по улице, встречаюсь с котами, с людьми, с крокодилами, с деревьями, с розами, я не воспринимаю каждый отдельно взятый факт или вещь только как изолированную, как материальную вещь. Например, я беру розу или я вижу растущее дерево передо мной. Нет, наше мышление построено так и опыт, что одно значение всегда связано с другим, другое с третьим. Давайте рассмотрим, например, розу. Мы видим ее структуру, мы видим красный цвет. Нужно понимать, что такое красный, желтый, зеленый, различать цвета. Мы видим шипы, мы понимаем, что роза может уколоть, мы понимаем, что роза это прекрасный цветок. Но идем дальше, мы понимаем, что роза это знак. Если парень подарил девушке красную розу, и вот это первый практический ответ на вопрос нашего зрителя, он вкладывает в это какое-то значение. Если парень дарит девушке красную розу, то он не просто говорит «на тебе растение под именем роза, неси его и ставь куда угодно». Предавание смысла акту, жесту дарения розы это что-то большее, чем передача предмета из одних рук в другие. Но чтобы это было значение, мы должны быть частью связей символических, нарративных, где роза красная означает любовь, где дарение цветка является частью ухаживания, где встреча двоих предполагает романтические отношения. Таким образом, просто передача предмета из руки в руки придание смысла связано с тем широким полем значений, историй, отношений, в которые я вкладываю этот жест. Точно так же, когда я прихожу в аудиторию к студентам, это часть длительной традиции, которая называется университет, преподавание, наука, получение и передача знаний. Вот я привел два очень простых практических примера, а теперь попытаемся собрать. Приписывать значение или передавать смысл чему-либо означает широту охвата нашей картины мира и понимание глубинных связей между жестами, поступками, словами, предметами, идеями. Смысл возникает только тогда, когда мы субъекты связей, когда мы часть длительных историй, когда мы часть поля значений, смыслов, идей, ценностей, принципов. Если все это отбросить, если нет ценностей, нет принципов, нет истории, если мы просто биологические существа, которые передаем объекты из рук в руки, передвигаемся среди объектов как объекты, то там смысла, конечно, нет никакого. Вот соберем это все. Мы существа, которые всегда помещаем отдельные события, жесты и акт в некое большее, охватывающее целое. Еще люди до нас древние, начиная с 70 тысяч лет до нашей эры и больше, уже понимали, что есть не только они и их день, есть вчера и завтра, есть не только земля, скала и лес, но есть духи, злые и добрые, есть угрозы, есть надежды и радости. А тот цветок или тот блеск солнца, или шелест листьев, или заболевший член группы, это что-то всегда означает. И человек изначально через мифы, потом через религиозное верование, через научные теории, через длинные цепочки концепций становился существом живущим в системах смыслов. Если он из них выпадает, он становится вначале варваром, потом животным. По-другому говорят, придавать чему-то смысл значит ощущать себя принадлежащим к цивилизациям и большим историям и к широким связям различных жестов, значений, принципов, ценностей и так далее. Если у нас нет этого навыка, мы все равно это приписываем, интерпретируем, но тогда наши смыслы маленькие. А смысленная жизнь, это значит вставление, вкладывание в своей жизни в какое-то широкое поле других значений. А зачем я живу? А что будет после? А какие цели я себе ставлю? И каким бы я хотел видеть себя завтра, послезавтра? Как я вижу, как мои дела будут отзываться в сердцах, в умах людей завтра, послезавтра? Откуда я пришел и почему я связан с прошлыми историями и так далее? В какой истории я нахожусь? Частью какой истории я являюсь? Это все вопросы смысла. Да. Мы, как всегда, подняли сразу такой пласт, что из него трудно. Я с разных сторон, но давайте остановимся на том, что парень дарит девушке розу, чтобы все представляли очень простые вещи. Или, например, мы, вот посмотрите, второй пример, очень модный сейчас тату. Вот пусть ответят те люди, которые разрисовывают свое тело, это что же предание смысла? Твое тело является носителем чего-то. Когда я спрашивал молодых людей, зачем это вам нужно? И пожилых людей. Но это же некий смысл, это некий посыл. Человек хотел бы что-то нам сообщить. Первый шажочек предания смысла это некий месседж, некое послание. Я не просто тело в майке обвислой, а я тело в обвислой майке, у которой на плече, не знаю, коршун какой-то, какой-то лев, кинжал или кот или, не знаю, яблоки или роза. Вот пусть этот человек представит себе еще татуировку своей возлюбленной или у жены и у себя самого. Приписывание смысла это нанесение тату на плечо, например. Мы не можем просто быть, мы хотим быть чем-то большим. Для чего нам нужно тату? Чтобы быть чем-то большим. зачем нужна мода, чтобы быть чем-то большим. Зачем сереговухи, чтобы быть чем-то большим. Зачем волосы длинные отрастил или на волос постригся. Мы хотим быть чем-то большим. Почему у меня это марки машины? Почему у меня это марки машина? Я хочу этим что-то сказать, я посылаю какой-то сигнал. И маркетологи тут же пользуются этой потребностью в смысле и значении, чтобы с помощью таких символов символического потребления написать, что вы этим самым обретаете больше какое-то особенное значение. Вот-вот-вот. Они знают эту нашу природу жить в пространстве смысла и значения. Они паразитируют над этим. Давайте не паразитируют слово нехорошее. Не будем обижать маркетологию. Они это используют в своих целях, скажем так. Вот если бы нам смыслы были не важны, маркетология была бы невозможна. Маркетология. Хорошо. Еще два вопроса из-за числа тех, которые прислали нам слушатели курса. Я прошу прощения наших сегодняшних слушателей. Понимаете, когда задают вопросы, что такое дух и что значит придавать смысл чему-то, вот и получается то, что вы видите. Начинается процесс попытки докопаться и найти более точные формулы и примеры. А это не всегда получается за одну секунду. Сейчас вопрос совсем из другого области, другого регистра. верующий человек Дмитрий Иванович задает вопрос, не будет ли для человека верующего, для христианина таким искушением впасть в гордость, стремлением изучать аргументацию, совершенствовать мышление, критика, критическое мышление. как он говорит о том, что придешь к Господу, будешь таким умным, условно говоря, начнешь с ним спорить, аргументация, аргументировать. Его это всерьез тревожит. Он вспоминает апостолов о том, что им для познания истины не потребовалась теория аргументации, условно говоря. Ну и вот размышляя слух, есть ли в этом какая-то прелесть? Я люблю эти слова, впасть в искушение, впасть в прелесть. Я очень уважительно отношусь к этой традиции, я сам очень много читал святоотеческих учений, и это часть моей жизни. Но мне кажется, это результат не просто христианства или религиозности, а преломленной нашей православной религиозностью. Наши православные значит округ Украина, Беларусь, Россия и так далее. Потому что для протестанта и католика это было бы не совсем понятно. Какого-то в Женеве или в Германии есть теологический факультет. Но давайте по порядку. Во-первых, если исходить отцов церкви и потом дальнейшего развития доктрины, то человек это образ и подобие Бога. Что говорят отцы? Что это за образ и подобие? Чем мы подобны Богу? Не телом же, не руками, не ногами, не этими очками, не татуировкой на плече, а именно разумом, сознанием или духом. Наше подобие Богу, но разум в широком значении отца церкви употребляет разум, мы разумные существа и этим подобны Богу. Второй шаг. Если наше подобие Богу состоит не в теле, а в духе или в разуме, то нужно ответить на вопрос, что означает быть разумным существом. Быть разумным существом, это значит не попадаться, не бросаться на нелепости, на разные внушения, а принимать то, что говорят люди, а тем более Бог, осознанно и разумно. Бог не требует от нас быть неразумными, Бог не требует, чтобы мы принимали его учения необдуманно и на уровне абсурда. Здесь Тертулиан был неправ. Потому что Бог хочет чтобы мы его осознали и разобрались в том, что от человека и от человечества хочет Создатель. Мы должны понять волю Божию. Человек религиозный, он же хочет понять волю Божию. А чтобы понять волю Божию, ему нужно рассудить. Это тоже из религиозной терминологии. Рассуждать. А теперь перейдем к Евангелиям. Дорогой наш слушатель ссылался на апостолов. Но ведь апостол Павел, который учился у Гамалиила, у которого было прекрасное образование, демонстрирует в своих письмах очень много ходов аргументаций. Например, если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна. Это сжатый аргумент, и он его потом раскрывает. если то. Или когда он в деяниях приходит вареапак, он выстраивает просто риторически аргументативную речь. Он знает, что будет выступать перед эллинами, это люди образованные, им разные штучки из каких-то мифологий нельзя подать. И он понимает, что для них боги важны, а там есть еще алтарь неведомого бога, и он начинает говорить, я вижу, что вы набожные люди, что вы религиозные, такие же духовные, как и я. Я немножко передаю этот смысл на свой лад. Но он пытается сделать первый риторический ход. Он говорит, между нами, вот как Питерсон наш общий, мы разбирали его книгу и лекции, давайте вначале установим, что между нами общего. Это риторический ход аргументов. И я человек, почитающий бога, и вы люди религиозные. Теперь пойдем дальше. Я вижу, что у вас есть еще много богов, но я хочу сказать о том, который у вас есть, но вы его еще не знаете. Он так выстраивает эти вещи. Если то, вы религиозные, почитаете богов, у вас есть алтарь неведомого бога, вот об этом боге я и говорю. Очень много таких ходов. И у Христа в проповедях и в притчах эти связи присутствуют. Поэтому нужно хорошенько поискать в Евангелиях и в Святоотеческом писаниях и преданиях массу аргументов. Они учились все в философских школах. Василий Великий, Григорий Богослов вообще это Афины, Иоанн Дамаскин это вообще Аристотель православный. Дефиниции, определения, четкие терминологические развлечения. Максим Исповедник там вообще Эйдос Эйдос там теория платоновская преломленная в очень сложном ключе. Поэтому мы не знаем, как говорил отец Павел Флоренский, на каких сокровищах построена христианская традиция. Она в основе своей глубоко философская. Церковь избрала изначально, там было два крыла, победила то, которое взяло установку на разум. Отличать веру от разума это просвещенческие, постпросвещенческие установки либеральной теологии. В Евангелии вера и разум не рассматриваются как противопоставление. Потому что то, что там названо пистис, оно познает, опознает, осознает, рассуждает. Как говорит апостол Павел, проверяйте, верили вы. Вот вам критическое мышление. Так что все есть там, нужно только увидеть. Другими словами, рассуждение, критическое мышление, умение вести полемику аргументировано. Ни в коем мере не отдаляет верующего человека от веры, от Бога. А возможно, наоборот, укрепляет его, делает его более подобным Богу в способности отстаивать истину и защищать ее. Нести истину другим и проповедовать. Потому что проповедь, когда написано, когда Христос уже перед Вознесением, что вот идите и научите народы. Научите. Как можно научить, если эти истины им не передавать истолковывать, подключая все эти свойства нашего разума, понимания и так далее? Андрей Олегович, у нас уже есть достаточно много вопросов. И я вижу, в комнате ожидания у нас есть слушатели курсов, которые, вероятно, хотели бы задать вопрос. Я не знаю. Я предполагаю, что раз они находятся, то у них есть вопрос. Поэтому я буду сейчас присоединять к нашей дискуссии. Но если у вас такого вопроса нет, можете просто высказаться и мы передадим слово дальше. Я вас слышу, а вы меня? Прекрасно слышим, Азамат. Вы в эфире. Задайте вопрос или прокомментируйте то, что вы услышали. Очень рады вас видеть. Во-первых, я хочу сказать вам большое спасибо за то, что у меня сейчас такой шанс задать вопрос Андрею Олеговичу. Я случайно с ним познакомился около двух лет назад на просторах Ютьюба. Нашел его лекции по античной философии. И с тех пор я, по-моему, ни одного ролика его не пропустил. Теперь у меня вот такой вопрос. В одной из лекций он сказал о том, что всю историю человечества около трех процентов людей это были такие мыслящие люди, которые задавали тенденции в искусстве, философии, в науке. и сейчас что происходит, это своего рода диктат большинства, когда то есть мыслящие люди не пытаются подтянуть к себе общество, а они пытаются искусство, то есть литературу все наоборот опустить на уровень обычных потребителей. Сегодня я посмотрел интересный ролик о музыке. Дело в том, что за последние десять лет практически исчезла мелодия из песен, практически исчезли музыкальные жанры, которые сейчас крутятся на музыкальных каналах, то есть если лет двадцать назад мы могли увидеть клипы таких жанров, как рок-музыка или этно, или кантри, то сейчас это практически везде поп-музыка. И современная музыка пишется уже по другим принципам, создаются своего рода крючки, хуки, как они их называют, для того, чтобы зацепить слушателя. И сделать это желательно в течение первых десяти секунд произведения, иначе слушатель начинает перелистывать уже к следующему треку. То есть куча информации и для того, чтобы песня стала хитовой, нужно использовать такие технологии. Далее нужно использовать огромные финансовые ресурсы для того, чтобы продвигать данные треки на всевозможных площадках. Это музыкальный канал, это всевозможные стриминговые платформы. То есть такую тенденцию, такую картину мы сейчас видим и в музыке, такую картину мы видим сейчас и в литературе. То есть это куча бестселлеров, где люди сейчас делятся мнениями о каких-то популярных книгах. У меня такой вопрос, Андрей Олегович, к чему мы придем, если все сейчас идет к упрощению. То есть не нужно мыслить, нужно все поддавать просто для того, чтобы это было доступно, соответственно, не нужно никаких умственных усилий, но в итоге это путь в никуда. У меня такой вопрос, к чему мы в итоге придем, как вы думаете? Спасибо. Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Я понимаю, что отвечать на него это нужно рассказать целой историей, как мы пришли к жизни такой. Если говорить кратко, мне кажется, что причина в первую очередь того, что мы в принципе шли по правильному пути больших свобод. Изначально намерение было очень правильным. Если раньше это меньшинство и управляло, и занималось науками, и искусствами, и сидела за тонко сервированным столом, пила из прекрасных бокалов, скакала на лошадях, то задача была с 18-19-20 века вовлекать все больше людей в достойный уровень жизни, дать им избирательные права, печатать для них ежедневные газеты, потом давать им всеобщее среднее образование, прислушиваться к их голосу. Но вот потом произошел некий сбой в 20-м веке. Пошли массовые тоталитарные идеологии, пошли эти сбои, и сегодня мир пытается вовлекать людей через те вещи, о которых вы только что сказали. Потому что свободный рынок прекрасно, но когда начинает побеждать логика рынка во всех сферах. Например, рыночная логика в образовании, рыночная логика в музыкальном или художественном творчестве, рыночная логика в общении друг с другом. Это все понижает уровень и музыки, и литературы, и кино, и, естественно, средств выражения. Вот я кратко описал почему, а теперь насколько я, как я вижу будущее. Ваш вопрос, куда мы идем, я ответил бы так, мы пришли уже, мы можем это все видеть. Мы пришли к тому, что, мне кажется, уже практически предел вот этого выхолачивания и примитивизации. А вот дальше я достаточно оптимистично смотрю. Мне кажется, и я наблюдаю, что возникают достаточно широкие круги людей, которые с этим не согласны, я вижу, и вы с этим не согласны, что у нас возникает желание противостоять этим тенденциям. И мне кажется, что качественное мышление, качественный фильм, качественная книга, они даже эстетически показывают свое преимущество и могут к себе привлекать. Они еще имеют преимущество, вы знаете, временное, потому что хороший фильм, глубокая лекция, содержательная дискуссия, они даже в социальных сетях останутся надолго. И к ним люди будут возвращаться, их будут переслушивать, к ним будут прислушиваться. А вот эти однодневки, которые срывают тысячи лайков, сотни тысяч просмотров, возможно, через 5-6 лет будут уже никому не нужны. Поэтому то, что ориентируется на только рыночное и на элементарное, оно само же себя уничтожает, поскольку оно недолговечно и уходит в небытие, почти не успев родиться. И сегодня поэтому так трудно не только мелодию пропеть, но вообще вспомнить, что было там 5-10 лет назад, остаются только люди, которые что-то созидают по-другому. Поэтому я здесь оптимист, и мне кажется, это стоит играть в свечи, чтобы демонстрировать другое. Пока у нас есть такие возможности, я надеюсь, что не будет. Тем более я уверен, что не всегда социальные сети будут такими токсичными, такими агрессивными и так далее. Я думаю, что человек будет менять и свой досуг, и свои интересы. К этому нас принудит и внешнее влияние. Вот как экологическому мышлению у нас будут подталкивать кризисы, эпидемии, экологические катастрофы, так и здесь. Тут тоже кризисы, катастрофы и пандемии, только в той сфере, которую мы с вами сейчас описали. Вот они будут подталкивать к выходу в другой мир. Так что я могу сказать, что я оптимист, и это придает мне силы в той деятельности, которую мы с Евгением затеяли. Я хотел сказать, Андрей Олегович, что как раз в продолжении вашего тезиса, что наш небольшой образовательный проект и возник как такой эволюционный ответ на, если хотите, понижение как бы градуса, понижение качества общения в той среде, в которой я нахожусь, и желание сохранить и как-то противостоять той варваризации, которая не только в вашей стране, она везде, она не только и в нашей стране, во всем мире, она сейчас многими наблюдается. Так что да, мы с вами сейчас и делаем то, что мы оставляем для наших детей мелодии, в то время как вокруг, к сожалению, всякие крючки и заголдулины. Азамат, спасибо большое. Я перевожу вас в комнату ожидания в зал, да, и еще следующий у нас есть еще участник, который готов задать вопрос. Это Андрей и Виктор. Сейчас я вас включу онлайн, но предварительно я хочу задать вопрос из комментариев к Ютюбу. Кто-то, кто скрывается за псевдонимом, здоровается с вами Андрей Легович и говорит, что интересно было узнать, как вы понимаете концепцию гражданского общества и возможно ли и нужно ли создавать гражданское общество в Украине. Вот это задает нам некто скрывающийся под псевдонимом сладенький перчик. Что понятно? Хорошо. Он или она? Да, да, да. Что за у вас гендерные отклонения только? Да, да, да. Да, так вот вопрос, ну как, мы можем спросить с другой стороны, а если не развивать гражданское общество, если нам не нужны граждане, а нужна масса, массовой демократии, то к чему это приведет? Вопрос не в том, что это сложно, гражданское общество, и вопрос не в том, что за ним прячутся разные силы идеологические, которые, прикрываясь им с начала девяностых, разрушали наши страны во имя гражданского общества. Вопрос не в этом, а вопрос в том, что у нас нет другого выхода. Гражданское общество это необходимые условия выживания и развития современного государства, мира в целом. У нас нет другого выхода. Мы не можем плодить все большее количество зависимых, ограниченных, управляемых людей, потому что в конце концов они превратятся в какой-то франкенштейн или голем, который так или иначе своего создателя разрушит. А в конце концов этот большой зверь станет неуправляемым. Об этом знал Платон, об этом знали в Средневековье, об этом знали в 20 веке. Неуправляемость толпы самое страшное проклятие для тех, кто ее пытается оглуплять и создавать из нее вот такую массу людей неразумных и эмоционально заряженных. Потому что рано или поздно эта толпа растерзает ее создателем. Поэтому создавать. Другой вопрос, что это такое и так далее, что значит быть гражданином, что значит быть гражданином в Украине, например, в Беларуси или в России или в Германии. Это уже второй, третий, четвертый вопрос. Это то, что называется дискуссиями, рассуждениями, исследованиями. А мой ответ кратко, необходимо создавать гражданское общество. Спасибо. Итак, у нас следующий слушатель. Я вот подключаю Андрея Неглубелого. Посмотрим, как получится. Андрей, слышите ли вы нас? Включаетесь ли разговор? Добрый вечер. Здравствуйте, Андрей, вы готовы? Да. У меня такой вопрос. Последнее время все открытия, они большей частью связаны с математикой. Они уже даже не подвергаются какому-либо осмыслению. А уже совсем, совсем недавно в последних статьях я начал читать, что возникла математическая философия. Это возможно это попытка вытеснить гуманитарные науки как таковые вообще? Что ж, попытаюсь ответить. Во-первых, математика всегда была вписана в более широкий контекст. Она начиналась как часть религиозных практик, как и астрономии. Потому что математика возникла в храмовой экономике древних цивилизаций Месопотамии и Египта. Астрономия возникла как часть предсказаний наблюдения за небесными телами и так далее и тому подобное. Вы знаете, что на воротах академии было написано «Не геометр да не войдет». Платон строил свою философию по модели математических знаний. И многие философы придавали математике очень важное значение, особенно в 20-м веке. Когда вы говорите о вытеснении философии математики, например, Пен Роуз известный математик, он написал книгу о сознании также, я не знаю, о чем вы говорите, потому что очевидно, границы моей компетенции говорят о себе, дают о себе знать. Я, исходя из своего понимания, не вижу конкуренции математики и философии, поскольку они всегда шли вместе. В 20-м веке было написано ряд книг по философии математики. Например, в конце 19-го века Готлоп Фреге написал основание геометрии книгу, основание арифметики. У Витгенштайна есть книга, которая называется «Философия математики», но это фрагмент. 1900, если не ошибаюсь, в 3-м году или 10-м сейчас не вспомню, Уайтхит и Бертран Рассел выпустили книгу «Принципы математики». Уайтхит после этого профессиональный математик увлекся метафизикой и написал цикл прекрасных метафизических трактатов. Эдмунд Гуср начинал как математик, а потом стал основателем феноменологии. Так что видите, очень много примеров, когда математики становятся философами. Я думаю, что между ними больше союз, чем противостояние. Спасибо. Спасибо, Андрей. Вот есть вопрос от Сергея Летунова о искусственном интеллекте. Может ли на основе физических процессов в некотором искусственном устройстве появится абстрактное мышление, восприятие философское мышление с вашей точки зрения, Андрей Леонидович? Ну, я, поскольку я занимаюсь близкими к этому вещами, философией сознания, естественно, читаю лекции, и у меня есть, кстати, курс «Метафизика сознания», могу сказать, что, например, функционалисты философии сознания вообще считают, что сознание может быть любой другой носитель, кроме мозга, кроме материального, поскольку сознание это определенные связи, алгоритмы, определенные операции, математика же не имеет материальных носителей, а некоторые ученые и исследователи вообще считают, вот я книгу часто привожу как для таких провокационных тезисов, во что мы верим, но не можем доказать, здесь ученые, известные биологи, физики, химики, когнитивисты, один из них говорит, что я вообще считаю, что разница между материей и информацией неопределена, я вообще склонен считать, что граница или разделение материи и информации не существует, это значит, что информация сама по себе является реальностью, и если сознание, мышление связано с связью информации, связью идей, блоков символических, это значит, что сознание объективно, я, как мне абсурдно это звучит, представляю эту старую и очень новую версию объективного идеализма, сознание надиндивидуально, сознание свойственно реальности, если хотите, этот тезис не только разделял, разделяет сегодня Чаламерс Дэвид, представитель философии сознания, но и многие ученые, философы 20 века, 19 века, 18 века, сознание надиндивидуально, и оно реальное, поэтому, если мы говорим об искусственном интеллекте, то, если брать его сильную версию, мне кажется, она несуществима, я не думаю, что сильная версия искусственного интеллекта возможна, а слабой версии, то мы просто симулируем определенные операции сознания. Симулируем? Да, ну, начиная от, например, программы переводчика и игры в шахматы, управления автомобилем, управления ракетами, до каких-то медицинских аппаратов, вплоть до каких-то сложных систем. Но сознание гораздо больше, чем любая создаваемая нами модель, потому что мы сами видим неисчерпаемость, глубину и богатство сознания. Мне кажется, что нельзя построить модель сознания, потому что скорее, я скажу так, вот это любил, есть у Шрёденгера такая известная фраза, что сознание больше Вселенной, потому что сознание знает и Вселенную, и само себя. оно запетление, да? Вселенная сама по себе, сознание не знает о себе, а сознание знает и Вселенную, и само себя. В этом смысле оно шире по возможностям. Строить модель сознания, мне кажется, невозможно, поскольку оно неисчерпаемо. Мы не знаем ещё всех возможностей сознания, как мы можем строить модель сознания, если мы не знаем до сих пор, на что мы способны, и какие пути мы можем проделать. Хорошо, я думаю, мы ответили на вопрос. Так, мы сейчас всё-таки включим Виктора Сковорцова. Так, Виктор, если вы с нами, включайте звук, можете включить видео, если хотите. Да, отлично. Я с вами. Приветствуем вас. Я вас приветствую. Слышно меня? Отлично слышно и видно хорошо. Ну, я хочу поблагодарить не только Андрея Олеговича, но и вас, Евгений, и вашу команду за тот проект, который вы начали, благодаря которому многие люди задумались о серьёзных вещах, а не просто поездку пить, как-то провести время весело. Вы знаете, так, Америка была, но нужен был Кталумб и команда для того, чтобы открыть его старому миру. В какой-то мере вы вот в Колумбии команда, которая открывает много вещей, которые были ранее, ну, по крайней мере, мне неинтересны. Я ещё учился при Советском Союзе и когда там учили что-то в философии, это было, мягко скажем, неинтересно, да, даже неприятно может быть. Благодаря вам и Андрею Олеговичу я по-другому посмотрел на все эти вещи, не помогают мне быть человеком, стать человеком, потому что, я понимаю, что мы не рождаемся человеком, мы встаем. Спасибо большое, очень приятно и очень важно слышать такие слова. Я хотел бы не задать вопрос, я сейчас больше в роли слушателя, чем говорю на... Я больше впитываю, больше учусь слушать. Я хотел бы спросить у вас не хотели бы вы рассмотреть еще один проект, проект, который начал Ашем, Всевышний. Этот проект, проект, это человек, потому что мы, ну, вы рассматриваете, как вот мир Платона и как вот сейчас вот идеи Платона, они преломились и они сейчас работают в этом мире. Но не только идеи Платона работают, но и идеи Всевышнего, которые пришли через определенный народ, они пришли в этот мир, через определенных людей, вот более детально рассмотреть проект с его стороны. Это так вопрос, я не знаю, может, у вас есть, в планах нет. Андрей Ильич, прокомментируйте. Ну, я могу сказать, что мы идем разными путями, но я с этим не знаком, честно скажу. я за то, чтобы было многообразие, но многообразие, которое проверяет себя через какие-то вещи, связанные с аналитикой, с обоснованием, с научными определенными критериями. Я думаю, что мне вначале нужно ознакомиться, потому что я не знаю, о чем идет речь. Я на кого гуру смотрел, Горшков, если я ошибаюсь, он какие-то азы он давал. Ну, я не знаю, что-то дальше или я не видел, или дальше что-то не проводил. Ну, вот хотелось бы... Просто моя привычка не высказываться о том, с чем я хорошо не познакомился. Было бы некорректно с моей стороны высказывать суждения, не ознакомившись. Извините, что перебил, вы человек верующий, да, то есть вы человек вовлеченный в этот проект. То есть вы не человек со стороны, вы вовлеченный в этот проект и вы и есть часть этого проекта. Ну, хорошо, спасибо. Значит, будем знакомиться с частями. Значит, моя часть будет знакомиться с другими и расширять свое видение. Спасибо большое. Спасибо, Виктор. Спасибо за добрые слова. Оставайтесь с нами, как говорят. Зрители спрашивают, как самостоятельно формировать фоновое знание, зрительница, вероятно, уже не знаю, как гендерно-нейтрально сказать, Ларри Шен, да? Как построить широкую систему обучения, видимо, для себя, насколько широким и глубоким должно быть это знание, в каких областях, какие используют источники. Вот так вот сразу. В общем, что делать человеку, который решил себя образовать и увеличить объем своего фонового знания? В условиях я от себя добавлю избытка информации, которая иногда, по-моему, больше создает препятствий для познания, чем возможности. Я с удовольствием отвечу на вопрос, только кратко. В первую очередь нужно проделать работу, скажем, негативную. Это отбросить весь тот информационный шум, псевдонаучные, псевдоэзотерические концепции и в первую очередь брать из первых рук. С одной стороны нужно начинать с качественных небольших исследований. Например, есть серия краткие оксфордские введения. Их пишут обычно профессионалы. В немецком эквиваленте есть мюнхенский бэк, называется Виссен серия, тоже маленькие книжечки. И, во-первых, нужно спросить себя, от чего отталкиваться. У вас, конечно, есть какие-то знания, больше или меньше. По какому пути вы хотите идти? Я думаю, что необходимо какая-то количество нашего понимания истории, потому что мы часть всегда истории. Тогда здесь важно посмотреть главные цивилизации, главные личности или главные явления этих цивилизаций. Мы так делаем сейчас с Владимиром Соловьевым, пытаясь показать, как это делается. Мы пытаемся демонстрировать, как за короткий период, отбирая информацию, выстраивать эти связи. Итак, это книги. Вначале небольшие. В них всегда содержится библиография и указатели по детализации этих знаний. Например, если мы возьмем маленькую книжку «Оксус поведения Древней Греции», там всегда есть потом указатели на более специальную литературу. Это, конечно, качественные большие пособия, вот как стоит за спиной у Евгении, там, кембриджская история Древнего мира. Ее хорошенько читать тома после этих маленьких кратких видений. И, конечно же, искать сейчас на Западе процветает эта культура, и мы здесь пытаемся с Евгением это делать, мастер-классов, онлайн-лекций от специалистов. И если мы, например, можем в Ютьюбе в открытом доступе немного таких курсов есть, их тоже можно найти, но можно далее продвигаться в поисках таких вещей. мастер обычно демонстрирует, как выстраивает целостный взгляд на Древний Рим, на историю Ближнего Востока, на Европу после 1945 года. Сегодня хороший историк это не излагатель фактов. Точно так же хороший философ это не человек пересказывающий чьи-то только концепции. Он демонстрирует не только материал, но и как его связывать, как подавать, как анализировать. Ну и, конечно, третий источник это сами живые люди, площадки, группы, которым можно присоединяться для того, чтобы приобретать знания не в монологическом ключе, потому что всегда есть опасность, когда я один на один с книгой или один на один с видеокурсом, я всегда еще в рамках своей ограниченности могу что-то приписывать автору или книге. А когда мы занимаемся живьем в какой-то группе 10-12 человек, 20 человек, то мы выходим из окружения, из стен своей ограниченности и учимся соизмерять свое видение с участниками группы и понимаем, что мы дополняем друг друга, анализируя литературное произведение, например, как с Рафеенко или какой-то феномен древней культуры или миф о Гильгамеше, например, как с Дарьей или какой-то философский текст, например, как мы это будем делать с Платоном. Это является таким предметом обучения. Поэтому самое главное это поиск авторитетных книг. Обычно это лучшее издательство, там, Оксфорд Университет Пресс, Кембридж, Гарвард, Мюнхенбек, университетские издательства мира. Это лекции мастеров, которые мы можем посмотреть. И это живые люди в беседах и в общении с которыми мы сможем развивать те навыки, которые один на один с книгой или с видео мы не можем получить. Таким образом, очень просто. Нужно читать книги, смотреть видео и общаться в группах. Спасибо, Андрей Олегович. Я переведу вопрос, заданный на украинском языке для тех слушателей, которые смотрят нас из других стран. Лупенко Сергей спрашивает, как вы думаете, что вы думаете Андрей Олегович относительно полезности и перспектив диалога восточной и западной философии на пути до установления целостного человечества и целостной личности? Могу сказать, что этот диалог начался достаточно рано. Если говорить о контактах ислама и западного христианства, это XII век. На латынь уже была переведена Коран в XII веке. Если это контакты с индийско-китайскими традициями, именно интеллектуальные контакты, не торговые, не политические, интеллектуальные, то это начинается уже с XVII века, поскольку были посланы иезуиты, да это еще был даже XVI век, в империю моголов там иезуиты участвовали в дискуссиях и так далее. А Лейбниц переписывался с иезуитами в Китае и продумывал кампанию по их обращению в христианство Лейбниц. С XIX века, это когда мир стал связан в глобальную систему, очень много учителей приезжало уже в Америку, в Британию, в Европу, носители этой восточной цивилизации, восточной мудрости, и тогда выстраивались такие общие синтетические учения, соединяющие, скажем, буддизм и западный подход, скажем, какие-то истинные индуистской традиции или древнеиндийской мысли с европейской философией. Мне кажется, что неизбежно эти контакты мы видим вокруг себя. Вы видите, я думаю, в вашем окружении есть люди, которые ходят на йогу, медитируют, которые практикуют веганство, которые путешествуют в Индию или там в какие-то другие регионы. Это свершившийся факт. Другой вопрос, что это может дать в будущем? Мне кажется, взаимообогащение безусловно. Но тут всегда для меня, как для едливого, критично мыслящего человека, на первый план выходит опасность отождествовать все совсем, не зная языков. Эти традиции, например, разной версии буддизма, разной версии индуизма. Это богатейший мир, интереснейший мир, но он требует многих лет изучения, знания языка, знания традиций, потому что то, что проникало к нам и проникало в 20-19 веке, часто походило на такой фасадочный поверхностный план, когда все ввалили в кучу некой единой религии, этим грешили много эзотериков, этим грешили теосов, например, и так далее. Поэтому я за диалог, этот диалог может многое дать, но не так просто, будучи человеком европейским, выросшим на кодах европейской культуры, постичь великий мир Древней Индии или Древнего Китая. Мы можем многому научиться, но, конечно, мы живем немножко в другой парадигме. Да, очень большой, я так понимаю, есть риск начать интерпретировать этот мир через свою вот эту систему кодов, то, что я часто встречаю, потом прийти к неожиданным и совершенно неверным выводам, что случается с Коши рядом сегодня. Та же йога фактически превратилась в систему большей части физического оздоровления. Технику, гимнастику, оздоровительную гимнастику. Не самое важное. Итак, с нами Ольга Овчарова. Здравствуйте, Ольга. Пожалуйста, задайте свой вопрос или прокомментируйте. Рада вас видеть. Здравствуйте. 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 Да у меня пока в общем нет никакого вопроса. Вы можете прокомментировать что-то. Как же так? Как же так? Прокомментировать что? То, что я прослушала в смысле на курс по критическому мышлению? Да, было бы интересно узнать ваше мнение. Мы пригласили в этот зум тех, кто этот курс приобрел, возможно, прослушал. Если вы хотите что-то сказать, то будем рады. Если нет, то просто приятно вас видеть. Ну, я заинтересовалась вообще говоря сильно и даже вот вступила в это сообщество, которое там недавно Андрей организовал. Меня почему это все так интересует? Собственно, чем вы здесь занимаетесь? Потому что меня интересует вообще медленное чтение. Я такое видала только вообще я сталкивалась с этим только в религиозной практике, скажем, в религиозных кругах. То, что называется молитвенным чтением. И, соответственно, участвовала в таких чтениях, в таких кружках, где медленная остановка молитва. Но, в принципе, религиозная литература, чтение Евангелия только либо Библии даже. Не могу, конечно, сказать, что мне надоело, но мне бы хотелось бы еще расширить круг читаемой литературы. Прежде всего, наверное, философскими, конечно же, текстами. Я нахожусь в Москве, а не в Киеве. То есть, прям прийти вместе с Шевченко я не могу. Вот. И не знаю, что у нас такого здесь, потому что, вот, говорю, что видела я только и участвовала только в религиозном плане такого чтения. Мы сейчас вам расскажем немножко о практиках медленного чтения. Я думаю, Андрей Олегович о своем об этом поделится. Ну, и прежде чем передать ему слово, что я веду в то, что мы могли бы использовать эти технологии современные. Здесь этот вирус и карантин нам таким странным образом помогают для того, чтобы все-таки расширить круг общения. И хотя, безусловно, оффлайн и личная встреча ничем ее заменить нельзя, но все-таки в создании хотя бы круга единомышленников или людей, которым интересны медленные чтения, здесь мы можем быть полезны друг другу, и тот же Zoom, и все остальное мы собираемся использовать дальше. Еще буквально секунду, в июне мы начинаем курс о Теомакеде, о том, как читать книги, как заново учиться этому искусству читать, как анализировать текст, а потом писать эссе. Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, о практиках медленного чтения о христианских сообществах и в Москве, и в России есть очень много интересных движений. Я думаю, не грех и поучиться, не грех этим и воспользоваться, и я думаю, что подход, наверное, один и тот же к тому, что если мы хотим проникнуть в текст, то торопиться нельзя, и надо отдавать время для того, чтобы этот текст тебе как-то прозвучал. Андрей Олегович, вам слово. Я тут скажу кратко, потому что это отдельная тема, я думаю, мы запишем, может быть, даже какой-то небольшой курс на эту тему. Это откуда медленное чтение? Вот хороший пример с сакральными текстами, со священным писанием, но это связано с тем, что текст всегда существует в контексте практик. Например, после смерти Платона в Академии многие столетия его диалоги стали вот такими текстами, как ключами, требующими не только чтения, но и длительного рассуждения. И точно так же великие поэмы, великие романы, там, не знаю, Данте, Гетте, романы 19 века, они являются частью чего-то большего. Медленное чтение возникает потребность тогда, когда мы понимаем книгу как часть живой жизни, часть живых практик. И чтение сопровождается чем-то большим, чем просто следованием и расшифровкой знаков или символов текста. Это не просто считывание букв, это считывание смыслов. Они предполагают взаимодействие между людьми. Ну да, взаимодействие. Я все-таки не знаю, конечно, насколько это возможно в онлайн технологиях, потому что, конечно, когда это бывая группа по такому чтению, то там возникают новые смыслы. Да. А могут ли они возникнуть в зуме? Ну, может быть, не знаю. Можно и в зуме. У меня уже были, поскольку мы все на карантине, у нас уже постепенно выходят. У вас сейчас еще, я так понимаю, фаза внутри, вы находитесь, да, мы чуть-чуть ослабляем, но уже были в течение двух месяцев, у меня такие практики чтения, мы читали диалоги Платона. конечно, всегда сложнее, потому что экраны, эти квадратики людей немножко напрягает, но с другой стороны, это возможность людей из разных стран привлекать, из разных городов. Как-то поговорим об этом, как это происходит, какие-то вещи, я думаю, будут появляться и в Ютьюбе, и у меня на канале, но я скажу так, живое ничем не заменить, живое общение, потому что мы считываем других людей не только через речь и не только визуально, но и, я не хочу быть здесь мистиком, энергетически, мы получаем от человека гораздо больше информации при живом присутствии, и мы реагируем на эту информацию, на этого живого человека глубже, мы его чувствуем, мы знаем, была такая в православии культура старчества, старцы были, мы знаем, что именно этому человеку сказать, как на него отреагировать, но если нет возможности живого общения, я думаю, что онлайн может помочь, это будет не так глубоко, но также очень полезно, как это будет разворачиваться, ну посмотрим, то, что поводит в ютюб, вы можете посмотреть, эта группа не должна превышать 10-11 человек, когда мы вместе читаем фрагменты медленно, и по кругу мы можем их интерпретировать, размышлять о них, и возможно писать потом небольшие тексты, описывая свое понимание видений и разбирая снова эти тексты, соединяя чтение, обсуждение и писание, чтение и эссе. вот если бы я задала себе вопрос, какой текст именно, какого плана текста я бы хотела увидеть, но я его еще по сути не задавала себе, то есть я открытки смотрела, вот, мастера и Маргариты, то есть, да, как бы, ну, философская, литературная произведена или чисто философская, то, что вы разбирали, ну да, это был, а нет, Марк Аврелий, да? Марк Аврелий, мы разбирали Аристотеля, Платона, Марка Аврелия, ну, конечно, я Канта не разбирал, это со студентами или людьми, которые все-таки имеют философское образование, ну, я думаю, что это великие стоики римские, это античная философия, это, возможно, средневековая философия, например, тексты мейстера Эккарда интересно было бы разбирать, и те литературные произведения, приближенные, ну, великие романы, это философский смысл, я бы с удовольствием разбирал бы братьев Карамазовых, войну и мир, например, да, а насчет медленного чтения религиозного, ну, я учился у многих людей заочно и по книгам, это известные школы Санкт-Петербурга, Москвы, литературоведы, Лихачев любил вспоминать, как его поразил его профессор, поэтому он в 20-х годах учился, был студентом, они читали «Начало медного всадника» весь семестр, да, вот там буквально несколько строк они читали весь семестр, вот это экстракласса, но вообще это традиция европейских университетов, я стажировался также, и задачи семинара, семинар полгода, семестр, читается какое-то произведение из недели в неделю, когда вместе с профессором группа обсуждает все нюансы связи, интерпретирует, включает более широкий контекст, это издавна, с времен университетов 13 века, входит в одну из главных, один из главных элементов образования, а именно лекции и вот такие сеть. Вы знаете, у меня есть там бэкграунд этот самый в виде флософской факультеты Московского университета, но все же, насколько я понимаю сейчас своему возрасту, что то, что мне преподавалось в том возрасте, это было как бы, ну, это сейчас надо начинать, то есть я знаю авторов, я знаю имена, но безусловно понимание, если оно какое-то и возможно, то только вот сейчас в это время, да? Согласен, это не совпадение возрастов, я сталкиваюсь, чтобы завершить, я сталкиваюсь с тем же самым с моими студентами. Из группы в 40 человек только 5-6 человек мотивированы и понимают и живут этим. Остальные еще не созревшие дети, которые сопротивляются, которым это неинтересно и в таком кругу очень трудно порождать. Вот первый вопрос был о дружбе и дружеской беседе. И лучшие из них, они потом или извиняются, или просто пишут, что тогда мне, вот сейчас, например, смотрю ваши видео или читаю какие-то ваши тексты, а тогда мне было неинтересно, вы же мне это читали, но это было не для меня, да? Вы мне это говорили, но это было очень-очень далеко от меня. И, кстати, на моем канале, там же есть вот возрастные, я когда пропускаю комментарии, возрастные вот эти вот категории, то студенческий возраст это с 11%. Наибольшая включенность это с 25 до 45 и плюс. Понимаете? Очевидно, философия это больше зрелость, это не натаскивание на какие-то пересказы. Молодой человек еще не живет этим. Спасибо. Спасибо, Ольга. Андрей Олегович, будем двигаться дальше. Ольга, не так много людей настолько искренне мотивированы к медленному чтению. Я думаю, что за счет этой мотивации, стремления искреннего будем преодолевать барьеры онлайн и пытаться соединяться в некое такое сообщество. Спасибо вам. Вопрос, который нам пишут в YouTube. есть ли пределы развития сознания? Спрашивает Геннадий Загрунный. У меня много вопросов, но я взял... Вот я с удовольствием отвечу максимально кратко сегодня. Нет предела. Знаю на своем опыте. И на опыте других людей. Нет предела. Ну и на примере человечества, которое демонстрирует возможности сознания потрясающие. Хорошо, тогда... Ну тут вопрос... Если бы это было не так, давайте так, от противного. Если бы это было не так, то вся цивилизация, все развитие становилось бы где-то в третьем тысячелетии или втором до нашей эры. Или бы все кончилось на Платоне. А так нам есть чем заняться. Александр Конев говорит. Так, значит, я здесь не... Ну я чувствую, что собеседник мой выше меня в компетенции намного, поэтому буду двигаться аккуратно. Вопрос к вам, Андрей Олегович. Я буду просто произносить слова вслух. Что вы думаете, о лонергановской... Может, наверное, ударение... Лонерган. Лонерган. Это... Лонерган. Picture thinking, который он считает фундаментальной ошибкой Платона. С точки зрения лонергана этим упускается творческая сила сознания, строящая все новые концепты, а не считывающая уси. под Александр Конев. Да, я не могу. Я думаю, что мы с Александром как-то и, может быть, с вами, Евгений, сделаем такую группу, чтобы разобрать этот подход. Есть такая шахматная партия. И когда я говорю о Платоне в группах, самые проницательные, которые не просто пассивно, активно воспринимают, спрашивают, ну как же так? Но если все идеи есть, если наша задача только постичь то, что существует, то это контринтуитивно, поскольку ведь мы двигаемся, изобретая компьютеры, самолеты, новые теории. Неужели идеи Платона это уже готовые раз навсегда данные смыслы, а новых смыслов не открыть? Я так сейчас просто упрощаю, допустим мне, Александр. Но я отвечу на то, что величие Ланергана, и это один из известных католических теологов и интеллектуалов, которые очень почитают, мне кажется, что он с такой католической стороны, я сам католик, это не критика католиков, но за католиками водились такие не оправданные выпады в сторону Платона. Например, в текстах Жильсона тоже мы это встречаем, он против Платона говорит, и говорит о том, что Фома Аквинский это антиплатоновская линия и так далее. Конечно, это не так. Я бы сказал, что Ланерган здесь преувеличивает возможность и недооценивает творческий потенциал учения об идеях, поскольку ведь Платон не говорит о том, что у нас есть готовый ряд идей, которые мы открываем. Идеи это порождающие принципы. Кстати, неокантианцы конца 19 века переоткрыли это через Канте у Платона. Речь идет о первопринципах, которые полагают множественность других смыслов. Если понимать идеи не как готовые вещи, идея дерева, идея яблока, идея прямого угла, а идеи как структуры, которые нацелены на порождение нового, я здесь всегда для Александра повторю, всегда привожу пример алфавита и грамматики или нотного ряда. Вот у нас есть алфавит. У кого 25, у кого 33 буквы. У нас есть ограниченное количество слов. Любой словарь толстый, возможно, это полмиллиона слов, возможно, 700 тысяч слов. Давайте представим грамматику, буквы и слова, как разные типы идей Платона. Но из этих идей мы можем выстраивать неисчислимое количество комбинаций. И это неисчислимое количество комбинаций позволяет нам постоянно развивать язык, включать туда новые смыслы, адаптироваться к новым техническим прорывам, открытиям, новым историческим ситуациям. Таким образом, в нашем языке, хотя он состоит из базовых элементов, трех десятков символов, заложено потрясающее творческий потенциал для создания все новых и новых смыслов. И они нас не ограничивают. Понимаете? Вот так же я понимаю идеи Платона. Это те базовые фундаментальные принципы, которые порождают неисчислимое количество смыслов в разных комбинациях. Это если кратко отвечать. Может быть, следующий вопрос? Спасибо. У меня есть комплекс вопросов от Ильи Морданова. И они носят очень практический характер и связанные с методическими материалами, как читать книги и статьи. Я все вопросы сразу задам, потому что они связаны между собой. Они звучат так. Насколько подробные схемы нужно составлять к тексту? Какой главный итог работы с текстом? Пересказ, конспект, схема и все вместе? Должен ли краткий пересказ, состоящий из предложений и выводов, быть связанным? Или хватит набора одиночных внутренне связанных предложений? То есть конкретные вопросы по технике? Да, чтобы не затягивать, я не могу здесь лекцию читать на эту тему или беседу проводить. Скажу только кратко, а при случае мы в группе или через онлайн-курс это детализируем и на примерах покажем. Для меня это не теория, я сам начинал, у меня не было учителей, к сожалению. На извете советского времени философия в основном была марксистской, причем марксистской вульгарной. Было несколько человек, которым я обязан, но это все было через технику чтения или искусство чтения. Мне кажется, что здесь сделать нужно несколько шагов. Первое, превратить сложный текст, во-первых, нужно с текстом постоянно работать, картинки, связи базовых ключевых слов, которые мы находим на странице или в целой главе. Мы должны постоянно с ними оперировать, постоянно их перекладывать, это некая игра. Второе, мы должны сокращать большой текст, прописывая его на своих двух страницах анализа, меняя слова. То есть, мы должны своими словами описывать какой-то сложный текст. Я так делал с Кантом, например, когда читал «Критику чистого разума» несколько лет. Когда ты берешь 10 страниц Канта, ты вначале пытаешься найти там связи, ключевые слова, пытаешься понять, о чем Кант говорит. Это первый уровень. Второй уровень, ты пытаешься мысли Канта переформулировать собственными фразами. Это второй шаг. Плюс схемы, конечно. Без схем мы трудно понимаем тексты, они тогда молчат. Третий шаг, мы пытаемся 10 страниц Канта свести к своей одной странице. Одну страницу, потом к полстранице, а полстраницы в 3-4 предложения формулы. Чтобы сжать сложное содержание, все в больший и более тугой узел формулы. И, конечно же, связи. Нельзя просто высказывать, как бисер, разбрасывать кости. Вот эти слова, вот эти предложения. Понимание текста проявляется в умении связывать. Вот если у вас будет в конце полстранички, все ваши предложения должны быть связаны из одного, проистекая другое, из другого третий. Вы делаете резюме, вы обобщаете. И, наконец, зачем мы читаем тексты, какова цель? Цель научиться мыслить, цель понимать великих, цель пытаться использовать их опыт для того, чтобы мыслить и принимать решение самому. Незадача только понять Канта, поскольку мышление, глубина мышления всегда существует в текстах. Чем глубже автор, чем он значимее, тем глубже там мышление. Если мы хотим прикоснуться к глубинам мышления, мы не пройдем мимо Платона, Канта, Гегеля, Фомы Аквинского, Аристотеля. То есть цель чтения текста это не сама цель понимать текст, сама цель понять, что стоит за этим текстом. А за ним стоит мышление, анализ, понимание, практика. Тексты это оформленные практики мышления. Наша задача их снова декодировать и превратить снова в практику мышления. Я тогда приводил себя пример партитуры. Композитор музыку запечатлел в партитуре этот текст. Если мы исполняем или пытаемся создавать собственную музыку, мы снова из партитуры создаем музыку. Партитура сама по себе не является музыкой. И сам текст, как просто кирпич, бумаги или электронные символы, не является мышлением. С ним нужно работать и извлекать оттуда жизнь. Вот для этого мы читаем. Следующий вопрос возможно. Может быть, завершаю, есть вопрос точнения. Он тоже задан на украинском языке, но для того, чтобы быть понятным всем слушателям и зрителям, я попытаюсь его перевести. Иван Гуменюк говорит о том, что в украинской Википедии пишет про Платона и свет идей, мир идей гиперурания. Вопрос гиперурания это что-то большой миф или идея Платона находится в другой реальности. Что за гиперурания? Я только кратко отвечу. Тут сразу многие интерпретации Платона. Пока слово гиперурания это над небом, за небесной область. Вот это перевод. Метафора за небесной области встречается в диалоге Федр. Хотя и в ряде других, но Федри это просто термин греческий. И те, кто пишет статью в Википедии, не знаю, кто написал, он просто взял это слово, ввел и в ступор вводит читателей. За небесная сфера. Другое дело, как ее понимать? Где существуют идеи? Каким образом они существуют? Тут уже есть много интерпретаций разных школ. Например, Алексей Федорович Лосев, ну и многие западные платоноведы утверждали, что у Платона нет дуализма. Что в текстах он это подчеркивает, особенно в Федоне, что есть мир чувственный, есть мир сверхчувственный. Что это два мира. Там в греческом оригинале в Федоне это два эйдоса, два вида, два эйдоса реальности и так далее. То есть можно так Платона истолковывать. Тогда вопрос, где, это ответ на вопрос, где в вашей комнате прямой угол. У вас есть угол, но где он прямой? Каким образом у вас существует прямой угол? Если в вашей квартире есть пол и потолок, и они параллельны, нужно спросить, где существует параллельное и каким образом оно существует. Вы поднимаете глаза, вы видите потолок, опускаете глаза, видите пол, — это материальные вещи. А вот где существует параллельность пола и потолка? Это ответ на вопрос, каким образом и где существует идея. Отлично. Поищите после нашей беседы в вашей квартире идею параллельного, идею прямого угла и идею прямоугольника. Если вы найдете ее, поймете, как она существует. Это первый шаг к фотонизму. Ну что ж, отлично. Я думаю, что на этом можем завершить вопросы и ответы. Идем искать углы и идеи параллельно. Идею критического мышления. Может быть, напоследок хочу сказать, что мы планируем продолжать такие сессии ответов на вопросы наших слушателей, слушателей курсов Андрея Олеговича и всех, кому интересно темы, которые поднимают проект Отео Македим и его спикеры. Его ведущие лекторы. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь с нами. Такой формат мы пробовали в первый раз. Ну что ж, было много интересного опыта, который мы будем изучать. Напоследок, наверное, еще Андрей Олегович скажет несколько слов по поводу июньского нашего практикума. О том, что у нас будет первый опыт такого основательного использования смешанных технологий обучения, когда три занятия непосредственно с Андреем Олеговичем будет перемещаться еще, перемежаться с семинарскими занятиями онлайн, с практиками онлайн. Наша задача — получить максимально практичную методику обучения взрослых людей, вот тех, о которых сегодня шла речь, которые пришли к необходимости, как один сказал из наших сегодняшних участников, выращивать в себе человека, совершенствовать навыки гуманитарные, учиться заново читать, писать и говорить. Вот такой первый курс. Мы начнем в июне. Кому интересно, пожалуйста, следите за нашими. Попытаемся вплотную и детально подойти к тому, что такое искусство медленного и вдумчивого чтения. Попытаемся заглянуть и попрактиковать, что это как обучить, как, возможно, общаться с участниками. И у нас там будут примеры, у нас будут и тексты, и фрагменты, и семинары, и разбор эссе. И очень хотелось бы, чтобы это получилось как шаг вперед, чтобы мы открыли для себя это искусство и научились передавать это знание. Попытались поделиться этим. У меня такое намерение. Что ж, будем двигаться вперед. Спасибо всем, Андрей Олегович. Спасибо вам прежде всего. Спасибо нашим... Спасибо тем, кто участвовал, и вам особенно, Евгений, что держали нити в своих руках. Это огромное удовольствие. Всего доброго. Хорошего вам вечера. Оставайтесь здоровыми, бодрыми и любопытными. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok